Короче, конституционный закон о первом президенте республики Казахстан утратит силу, говорит спикер Мажелиса Ерлан Хошанов. Вот такая вот новость прилетела с Тенгри Ньюс. И я бы вам сейчас ее хотел зачитать, а после этого поделиться своими размышлениями о том, что нашу конституцию и в хвост, и в гриву. И в хвост, сука, и в гриву. Как хотят, так и делают. А это означает, что нас, простых граждан, и в хвост, и в гриву. Вот что это означает. Приветствую вас, друзья. Вы на канале Казахстан Сегодня. С вами Сула. Поехали. Итак, цитата. Поправками исключается статус Ельбаса. В конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы, конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу. Сказал Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в Мажелисе. То есть, типа, короче, после этого, вот, знаете, оно такое складывается впечатление, что потом после этого можно будет судить Нурсултана Назарбаева. Это преподносится журналистами, блогерами сейчас именно в таком ключе. У меня есть к этому свои, так скажем, мысли по этому поводу. Я бы хотел сейчас с вами поделиться. Ну, во-первых, в мире трейдинга, да, торговли ценными бумагами, ценными активами, там, да, валютой, есть такое понятие, как стоп-лосс. Что оно означает? Стоп-лосс – это та нижняя грань, при которой ты смирился с потерями. И дальше ты больше не пребываешь в каких-то радужных мечтах отыграть это все, что сейчас вот рынок сейчас развернется и пойдет в твою сторону. И все, что ты потерял, ты обратно это получишь. Вот стоп-лосс – это та линия, при которой ты говоришь, нет, все, я больше не верю в этот свой, там, допустим, какой-то составленный мой технический анализ, либо в мои какие-то голубые-розовые мечты. Все, я смирился с потерями. Есть такое же, так скажем, знаете, в ставках на, там, ставки на спорт, там, допустим, или на что-то, какие-то другие события у букмекеров, либо, когда ты играешь в казино. Вот что нужно сделать, чтобы прекратить проигрывать и начать выигрывать? Нужно прекратить играть. Нужно прекратить делать ставки. Здесь то же самое. Хватит уже драть нашу конституцию. Хватит. Мы вот, вот, вот этот вот закон, да, о первом президенте, о Ельбаса. Нужно, там, Назарбаеву, послезавтра исполнится сто лет. Образно говорю. Зачем нам менять конституцию ради этого всего? Нам нужно, я считаю, смириться с потерями. Все, мы их не вернем. Если мы начнем это копать каждому из, вот, тех депутатов, которые принимают этот закон, каждый из них может попасть. Я не понимаю, каким местом вы думаете. Вы вчера, а-ля Улю, там, Урак кричали, переименовать Астану в Нур-Султан, а сегодня вы уже отменяете закон о первом президенте. И меняете его конституционно. Меняете конституцию. Хватит. Вам Назарбаев уже, ему, я же говорю, ему послезавтра сто лет. Господи, зачем? С какой целью? Сегодня вы, вроде бы, делаете это во благо, а завтра у вас войдет в привычку менять конституцию и равнять ее под себя, под свои выгоды, под свою тему, под свои запросы, под свои амбиции, под свои планы. И все. Хватит. Хватит драть нас постоянно. Оставьте в покое конституцию. Пускай она... Я понимаю, если бы Нур-Султану Назарбаеву было бы 18 лет, и там он может что-то еще такое замутить. Да ему... Я просто не понимаю этого нигилизма, честно сказать. Этого непонятного популистического нигилизма. Этого либерализма. Этих революционных идей сейчас. Вообще не понимаю. На мой взгляд, нужно оставить... Вот оставьте так, как есть. Оставьте так, как есть. Хватит. Хватит драть нашу конституцию. Ничего вам Нур-Султан Назарбаев уже не сделает. Все эти поправки, все эти изменения в конституцию исключить... Они ведут к тому, что вы, блин, будете ее менять всегда, когда вам будет это выгодно. Я же призываю смириться с потерями. Смириться с тем, что так произошло. Все. И двигаться дальше. Не надо трогать конституцию. Вы как думаете, друзья? Вы согласны с моим мнением или нет? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Давайте пообщаемся. Только прошу вас. Без оскорблений. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Казахстан сегодня. Всем пока. Салам алейкум. Аравидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok